Всем привет! Решил записать комментарий к видео, которое называется «Монолог губернатора ХМАО. Продолжайте добиваться правды». В общем, 24 числа, 3 дня назад, января 2020 года, прошла встреча жителей города Сургут с губернатором. Не наоборот, не губернатор встречался с жителями, а жители встречались с губернатором. На той встрече ко мне, к журналисту, трижды применили физическую силу, трижды пытались вывести из зала и трижды угрожали. Когда я сообщил Комаровой об этом, вместо того, чтобы вывести этих людей, одиноченка Павла и Кобазева Александра, наоборот, вокруг меня собралось несколько мужчин. Ну, читаем, да, вот Кобазев, еще один какой-то мужчина, подозревая, что это опера делает, еще один мужчина и еще один мужчина. То есть я им говорю, внимание, у вас тут опасно для жизни и здоровья, потому что журналисту применяют физическую силу. Это 144-я статья Уголовного кодекса. Требую принять меры безопасности. Вместо этого меня окружает и меня микрофон забирает. Позже выяснилось, кто такой Кобазев Александр. Он раньше работал старшим полномоченным, оперуполномоченным по особо важным делам. Службы по контролю за оборотом наркотиков. Вы бы вышли вот с таким человеком из зала. Вот он подходит к вам вплотную и говорит, пошли выйдем, слышь, мужик, и все такое. Ну, ведет себя вообще такое ощущение, что как будто это, 90-е вернулись. То есть он имел доступ к наркотикам. Зачем? Я теперь знаю, кто он. Я вообще с ним не хочу. Не то, что общаться, даже видеться не хочу. Кобазев Александр Алексеевич. Почитайте на странице Сургутнадзор ВКонтакте. Тут подробная информация. Кстати, если хотите нас поддержать, прошу всех, кто неравнодушен к данному беспределу, поддержать нас и протестовать тройное нападение на журналиста. Я подготовил документ. Вот он здесь прикреплен. Называется «Одиноченко и Кобазев. 144 УК РФ. Для всех». Инструкцию приложил. У вас на это уйдет максимум полчаса. Чтобы отправить в три прокуратуры и два следственных комитета. Инструкции есть. Видеоинструкции есть. Все показываю, рассказываю. Видеоинструкции две штуки приложил. Напоминаю, что завтра состоится открытое апелляционное заседание в Хантамансийске. Будем протестовывать апелляции по решению суда Сургутского, когда они привели заседание в закрытый режим. А прокурор Балин вообще не явился. Я бы об этом спросил, почему он не явился. Он, естественно, ничего не ответил. Вот здесь посмотрите видео. Оно короткое, 45 секунд. Не пожалейте, посмотрите. Ну и кто находится в Хантамансийске, прошу поприсутствовать на заседании и ввести свой аудиопротокол. Далее выяснилось, что «Одиноченко Павел» – это оперуполномоченный отдел АТ Уголовного розыска. Мы нашли его отчество. Это «Одиноченко Павел Александрович». Он тоже применял физическую силу к журналисту. Чтобы вы знали, да, кто такой «Одиноченко Павел». Когда меня полтора года назад задержали, незаконно одели наручники, посадили на стол, одели пакет на голову, начали избивать, пытать электрошокером. Через дырочки в пакете я видел троих полицейских. Это «Одиноченко Павел» слева сидел за столом. Прямо сидел Денис Душин, а справа сидел Бабушкин Антон Владимирович. Он включил музыку, и вот под эту музыку они втроем сидели и смотрели, как меня избивают. Кто меня избивал, я не видел. Это били сзади, сыпались разного рода угрозы. Но факт в том, что и «Одиноченко Павел», и Бабушкин Антон Владимирович, и Душин Денис, они сидели и бездействовали. Хотя обязаны были пресечь избиение человека. Должны были пресечь причинение вреда человеку. По сути, они являются участниками данных преступлений. А далее я расписываю, чем он знаменит, почитайте тоже. И оказывается, он выступает в школе. То есть рассказывает родителям и ученикам какие-то свои умозаключения. При этом, с другой стороны, совершаются противозаконные действия. Чему может научить вот такой сотрудник полиции. По поводу встречи с губернатором. Если вы обратили внимание, на встрече отсутствовал начальник полиции, Кондрашов. Кто такой Кондрашов, я уже показывал. Набирайте вот такую фразу, Кондрашов Руслан Сергеевич, отчество. И выясняется, что он трижды менял имя, отчество и фамилию. Почему? Ну тут информации в интернете достаточно. Плюс еще в Тургуте нам удалось его поймать на том, что он занимается законотворчеством. То есть сочиняет свои собственные законы. Делает приписки к законам федеральным. Об этом видео здесь. Так, по Русину выяснилось, что... Я был очень удивлен, что он в этот раз сидел на последнем ряду. То есть раньше он сидел на четвертом ряду среди остальных представителей, управляющих компаний. А теперь он оказался на самом дальнем месте, в самом дальнем углу. Но зато в отличие от одиноченка и Кобазева, вел себя прилично и культурно. Хоть он рукоприкластым и перестал заниматься, ну по крайней мере в публичных местах, но все заметили, как он изменился в лице. Говорят, он очень сильно постарел. Ну и в данный момент мы привлекаем Русину за поврежденное имущество. Факт повреждения имущества признала ОМВД России по округу ХМАО. Ну еще один интересный момент был, когда Бабушкин увидел мое удостоверение инспектора общественного движения по борьбе с коррупцией. У него глаза чуть на лоб не вылезли. Для него это было настолько неожиданно. Хотя, в принципе, для меня это удивительно, потому что данная информация давно доступна в интернете, в свободном доступе. Я во многих видео говорил и показывал, что я являюсь журналистом. Я и на прошлой встрече озвучил, что я являюсь журналистом. И, в принципе, как говорится, незнание информации не освобождает от ответственности. Перед тем, как отдать микрофон, я понял, что ситуация накаляется, раз меня четверо мужчин окружили, плюс еще Комарова нервничает, голос повышает. Я понял, что проще отдать микрофон и просто прекратить диалог. Обратите внимание, я спрашиваю Комарову, я говорю, так что, Бабушкин продолжает работать с мэром? Я имел в виду, на прошлой встрече я рассказал при всех, что Бабушкин, по сути, является организатором мафиозного клана, который работал в полиции города Сургут на протяжении долгого времени. И когда я об этом говорил, меня никто не слушал. Я задал этот вопрос, почему, на каком основании вообще Шувалов, глава города Сургут, взял главного коррупционера города Сургут к себе на работу в качестве советника по безопасности. Он сказал в ответ, что мне этот человек нужен, и у меня не было сведений, что он коррупционер и так далее. Я ему пообещал, что я ему отправлю документ. Я так и сделал. На следующий день я ему отправил и ему, и губернатору документ 77 страниц, где там полностью расписано и приводятся все доказательства фактами того, что четыре родственника в близких отношениях, то есть отец, два его родных сына и его жена, работали в МВД России по городу Сургут. Такие мафиозные связи запрещены законом. Однако, несмотря на это, мало того, что они работали в одном отделении, так они еще и подчинялись бабушкину старшему Владимиру Анатольевичу. А теперь он работает у мэра советником по безопасности. Как только я начал, в этот раз Комарова вообще поплыла в разговоре, то есть она не знала, как отвечать, чем парировать. Я ее спросил, так что бабушкины до сих пор у мэра работают? И она сразу переспросила, какие бабушкины, какие мэры? То есть всячески уклонялась от ответов. И я так понял, у нее группа поддержки специально подсела рядом. И они все в один голос там заявляли, вы видите этого человека, он скандалит и так далее. Ну то есть всяческие мнения не давали говорить. И я заметил еще позже, потом, что мне звук микрофона убавили. Было слышно только Комарову, меня почти не было слышно всему залу. Записи прямых эфиров в интернете я так и не нашел. Либо они все лагают. Ну скажем так, из 6 часов встречи в интернете доступно только где-то 3 или 4 часа. И они все разбиты по кусочкам, и они все лагают. То есть постоянное заикание, ну слушать и смотреть вообще невозможно. Специально делаю такие записи, чтобы никому не было интересно смотреть. Чтобы все просто посмотрели, ну бесполезно, нету смысла смотреть. Запись именно с моим выступлением я вообще нигде не нашел. Ну вполне закономерно. Насколько я понял, никакой службы безопасности на этом мероприятии не было. А если и было, то скорее всего за безопасность отвечал именно Кобазев Александр. Потому что у него должность, как выяснилось, там что-то по обеспечению общественной безопасности по городу Сургут. Так если он был при исполнении, так он тем более совершил преступление по статье 144. Применил физическую силу к журналисту. То есть тот, кто должен отвечать за безопасность, сам ее нарушает и создает угрозу для всех. А когда я сообщил об этом Комаровой, она не знала, что ответить. Я спрашиваю, кто у вас за служба безопасности, вообще за безопасность данного мероприятия отвечает. Она ничего не смогла пояснить. Кобазева не вывели из зала, наоборот, он поближе подсел. Я не знал, чего от него ожидать. Ну и я уже говорил, домой меня сопровождало несколько машин и несколько человек. Сколько точно, говорить не буду. В зале наши знакомые присутствовали. Поэтому в следствии не должно возникнуть проблем с изысканием доказательств и опросом более 500 очевидцев, которые могут подтвердить, что и Кобазев, и Одиноченко применяли ко мне физическую силу. Заявление о совершенном преступлении в соответствии со статьей 141 УПК РФ от имени заместителя главного редактора СМИ уже направлено и в прокуратуру, и в следственный кабинет. Будем доводить дело до конца. На этом все. Всем благодарствую. Следите за новостями. Продолжение следует... Продолжение следует...